Спектакль Спектакль Как будто бы по человеческому сознанию Потому что, конечно И как ни странно, история повторяется И сейчас мы слышим какие-то нотки Но тем не менее Я считаю, что сценарий остроумный И спектакль Ну, во всяком случае, у меня с Романом Григорьевичем Девять работ, да, то есть я могу похвастаться Много спектаклей Но Соломей, пожалуй, это тот, которым я горжусь Да, потому что Ну, как-то были всякие работы Были и проходные спектакли, были какие-то Полегче, повеселее Этот спектакль, ну, он такой выстраданный Я очень рад, что я видел Практически весь репетиционный период Потому что, конечно, какие-то сцены были Почиканы, да, то есть И то, что я видел Но мне с Романом Григорьевичем всегда было интересно Работать, да, ну, вот это, пожалуй, такая С одной стороны, самая сложная Самая серьезная работа А с другой стороны, самый кайф Потому что после Соломея Я понял, что я работаю все-таки с великим режиссером Потому что первые работы я даже немного, может Ну, не то, что стеснялся Но все-таки его авторитет на меня давил, да А когда вот тут уже оказался в одной лодке, да И посмотрел работу Я очень почувствовал мастера Вот после этого мы стали понимать гораздо лучше друг друга Соломея почему-то вот для меня самый любимый Потому что она мне нравится по всему По материалу, по музыке По декорации, по свету Свет, кстати, принадлежит самому режиссеру Потому что, как правило, свет на площадке делает Роман Григорьевич И причем прекрасно, зная машины и сцены Это немногие режиссеры могут делать Роман Григорьевич умеет И вплоть до того, что в процентах Насколько убрать свет Вот насколько точно, да, как работают пушки Мы там даже где-то пересекаясь Например, я придумал рампу в спектакле Соломея Потому что, ну, я подглядел в Югославском театре В другом спектакле и предложил И Рома закричал Гениально, Бухинник Вот, то есть какие-то вещи, которые Ну, вот это говорит о том, что мы работали Как и Володя Бойер там мне какие-то вещи подсказывал То есть это реально был такой творческий тандем Который, ну, тогда это была такая троица, да Три детей, как бы сейчас сказали Ну, потому что, правда, это был удивительный спектакль Когда мы делали Соломею У Романа Григорьевича было несколько пожеланий Во-первых, была черно-бело-любимая его цветовая гамма Вот, ну, тут я, наверное, согласился Потому что, конечно, графика, она всегда очень Она острее, чем цвет, да Цвет на сцене иногда какие-то сглаживают углы Тут все было очень четко, да Потом он хотел, чтобы все-таки это было очень эстетично Но в то же время, чтобы это было, как он говорил Сделай мне костюмы там а-ля Готье Ну, я старался как можно дальше отстраниться Почему? Потому что, ну, понятно, что Оскар Уальт Известный английский Дэнди, да То есть, понятно, что, ну, как бы делать костюмы исторические Ну, Роман Григорьевич вообще этого не любит В эстетике своих спектаклей Вот, поэтому вот было несколько таких Я тогда попробовал, а, готическую моду Которая только зарождалась, да Но, например, воины у меня ходят в сбруях И в виниловых юбках, да То есть, это тоже была дань моде того периода Потому что винил тогда был просто Там даже есть некоторые такие отсылки с Адамаза эстетики Ну, понятно, что это просто Понятно, что все на некой грани Я боялся, чтобы не перешагнуть Чтобы не упасть в пошлость Не дай бог не сделать это с какими-то костюмами из секс-шопа Но, тем не менее, конечно, для остроты восприятия материала Мы немного хулиганили Не знаю уж, насколько у нас получилось Но мне кажется, что вполне получилось Вот Я просто хочу еще сказать, что очень счастлив Что этот спектакль живет и поныне И пользуется большим успехом Потому что, правда, его играют Ну, два раза в год в Петербург он приезжает И, а уж не говоря о стране Ведь немногие спектакли проживают такую долгую жизнь Некоторые заканчиваются на втором-третьем году жизни А тут все-таки уже Уже все-таки скоро будет 20 лет Поэтому Ну, через каких-то три года